Здравствуйте! Вас приветствует кондитер-технолог Оксана Лобачева. Сегодня мы поговорим о печах. Часто мои ученики в нашей онлайн-школе встают вопрос, Оксан, а как же мне печь, если я имею старую-старую газовую печь? Расскажу из своего опыта. Я на начальном этапе тоже пекла в старой газовой печи. Главное иметь желание, и у вас обязательно все получится, и под нее можно подстроиться. У меня подгорало дно, я ставила антипригарные кирпичи, противень с водой, противень с песком. Но огромное желание, и у вас получаются шикарные, воздушные, прекрасные торты. К любой печи можно подстроиться, найти свой температурный режим. Если в вашем рецепте указана одна температура, это не значит, что в вашей печи будет точно такая же. Пробуйте, меняйте, не бойтесь отходить от рецептуры. И даже в газовой печи многие из моих учеников сушат и безе, и пекут макарон, и все прекрасно получается. А когда я слышу, что они пекут в мультиварке, это вообще, по-моему, шедевры. Вы спросите, как же печь в мультиварке, потому что там один объем кастрюли. Вы ставите металлическое кольцо любого диаметра, меньшего, чем ваша кастрюля, запечатывая дно фольгой и погрузив в чашу мультиварки. Тем самым вы сможете спечь другой диаметр. Но если у вас встал выбор, какую же печь все-таки купить, приобрести, я буду вам советовать из своего опыта. Купить конвекционную печь. Неважно, какая будет модель, но из опыта расскажу, что на конвекции печется все намного лучше. Совершенно другой продукт получается. После газовой печи я приобрела обычную бытовую электрическую печь и была очень счастлива и довольна, потому что после газовой обычная электрическая – это прям супер. Мне казалось на тот момент супер, я тоже нашла с ней общий язык, но так как у меня спираль у печи была только сверху, я выпекала все на конвекции. Что такое конвекция? Это вентилятор, который равномерно распределяет воздух в вашей печи. Если я буду печь в печи, где одна спираль либо снизу, либо сверху без конвекции, у меня будет гореть либо низ, либо вверх, и не будут пропекаться другие части вашего теста, вашего бисквита, ваших капкейков. Поэтому мне приходилось включать конвекцию, и мой бисквит получался равномерно зажаренным. Когда у меня уже появилась возможность, я приобрела себе конвекционную печь с бешеной конвекцией, которая не выключается. Почему не выключается? Потому что эта конвекционная печь из более бюджетных вариантов, самая дешевая. И из опыта скажу, что это просто небо и земля, если сравнивать с обычной бытовой электрической печью. Самая-самая дорогая, самая лучшая бытовая электрическая печь будет чуть хуже выпекать, чем конвекционная. Но с ней нужно тоже подружиться и подстроиться. Вы должны понимать, что конвекция добавляет жар, и значит температурный режим на этом моменте вы должны контролировать. Либо чуть меньше убавить, либо чуть больше добавить. И каждое тесто будет выпекаться абсолютно на разных температурах. Когда я часто слышу от своих учеников Оксан, у меня на вот этой температуре, которая указана в рецепте, бисквит сгорел или наоборот сырой, или не поднялся, или опустился, здесь я советую обратить внимание на температурный режим. Значит, для вашей печи, если он за какой-то период времени, он у вас бледный, сырой, эта температура мала. Если там ваш чизкейк поднялся и треснул, значит, эта температура для вашей печи великовато. Если ваше безе трескается, значит, эта температура, указанная в рецепте, для вашей печи тоже великовато. Это не говорит о том, что в рецепте указанная температура подходит вам. Зная, что бисквиты пекутся на одной температуре, кексовые теста на 20-30 градусов ниже, для того, чтобы не поднималась шапка, и они очень жирные, им нужен медленный прогрев. Безе трескается, это слишком высокая температура, долго сушится, не пропекается, и мягкая, и большое количество времени простела, маленькая температура. Здесь, поняв, какой температурный режим должен быть, вы сможете подружиться с абсолютно любой печью, будь то мультиварка, будь то газовая печь, электрическая, обычная, бытовая, либо профессиональная, конвекционная печь. Самая простая, самая дешевая, самая бюджетная конвекционная печь будет намного лучше самой дорогой бытовой электрической. А у кого есть огромное желание, пекут даже на сковородке сверху. А чтобы более подробную информацию узнать, добро пожаловать в нашу дружную команду онлайн-школы Оксаны Лобачевой. Там мы это обсуждаем еще более подробно, и я даю очень много советов. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, жмите колокольчик.